Добрый вечер. Что на самом деле несет русский мир миру? От начала полномасштабного вторжения в Украину многое стало понятным. Однако на самом деле его истинные цели, методы, принципы не меняются уже много столетий. Русский мир всегда пытался уничтожить другие миры. Мы рассказываем об этом исторические факты. 12 апреля он сказал поехали. В 61 году первый человек Земли улетел в космос. После возвращения Юрий Гагарин буквально купался в славе, став иконой советской пропаганды. А вот человек, без которого этот полет был бы невозможен, по распоряжению Москвы остался в тени. Это гениальный украинский конструктор, житомирянин Сергей Королев, который стал отцом советской космонавтики не благодаря, а вопреки. Как империя едва не погубила Королева в лагерях? Почему обстоятельства его смерти вызывают вопросы? Вот вам исторические факты от Екатерины Павловской. Отец космонавтики, не признанный при жизни. Какие прорывы были совершены в СССР под руководством украинца Сергея Королева? Самая мощная ракета на тот момент в мире. Как он пережил Колымо и Шарашки? Во время первого же допроса ему сломали челюсти. И все равно отправил в космос первого человека. Этот спускаемый аппарат такой же, как был у Гагарина. А также загадочная смерть Королева на операционном столе. Могла ли она быть не случайной? Модели ракет, шаттлов и даже космической станции. Однако есть в музее космонавтики столичного КПИ совсем уникальный экспонат. 4 октября 1957 года ракета вывела в космос этот серебряный шар, который открыл космическую эру человечества. Этот первый искусственный спутник Земли отправился в космос под руководством того самого гениального украинца Сергея Королева, который уже через рекордные 4 года отправит туда и первого человека. Однако при жизни его имя вообще не будет известно общественности. Зачем советская власть дала отцу космонавтики псевдонимы, скрывала его от людей, расскажу далее. Ряды парты, портреты известных студентов. Изучать авиацию Королёв начал в 1924 году в Киевском политехе. И это аудитория, в которой он начинал обучение. Хотя в то время город не был таким перспективным. Киев тогда был периферийным городом, а столицей Украинской Советской Республики был Харьков. Из тогдашнего центра, из Москвы, смотрели на киевлян, как на оппозиционеров. Потому что тут власть постоянно менялась в годы освободительной революции. Через два года он отправится в Москву продолжить обучение. И начав спроектирование самолётов, уже через четыре года займётся первыми дальнобойными ракетами. Сложно поверить на базе парапланов. К сожалению, создание ракетопланов затянулось. Потому что технологии того времени не позволяли создать надёжные ракетные двигатели и надёжные крылья. Тогда советская власть впервые обрежет крылья и самому Королёву. В разгар большого террора в 1938-м его обвиняют в ложном и надуманном обвинении – вредительстве. Приговор – 10 лет в лагере на Колыме. Во время первого же допроса ему сломали челюсти, потому что требовали признаний в том, чего он не совершал. Но судьба улыбнётся Королёву. Ему поможет легендарный авиаконструктор Туполев, также находившийся за решёткой в то время. В конце концов, его доставили в Москву, где он работал в Шарашке. Это так называемые исследовательские конторы, работавшие под плотным наблюдением НКВД. В Шарашке Сергей Павлович вместе с другими учёными разрабатывал секретный бомбардировщик. Конструктора выпустят и снимут обвинения только в 1944-м. Шесть лет он в общей сложности отсидел. Шесть лет. Вместо десяти. К концу войны Королёв с группой учёных попадают в Германию. Там он и знакомится с секретным нацистским изобретением – ракетой Фау-2. В Германии было создано уникальное оружие – баллистические ракеты. Первые в мире под руководством их конструктора Вернера фон Брауна. Эти ракеты устроили фурор в мире и ими заинтересовались в Советском Союзе. Была поставлена цель их изучить и сделать отечественные аналоги. На базе её молодой конструктор впоследствии создаст свою легендарную «семёрку» – баллистическую ракету R-7, которая превратит СССР в космическое государство. Р-7 – межконтинентальная баллистическая ракета, которая первой в мире смогла преодолеть расстояние в 12 тысяч километров. И на это расстояние перенести боеголовку весом 5 тонн. Это была самая мощная ракета на тот момент в мире. Однако авиаконструктор всё же ясно даёт понять – он больше хочет служить миру, а не войне. Королёв вынужден был заниматься военными делами, но его мечта была изучение и мирное освоение космического пространства. Так ракета R-7 вначале выведет на орбиту тот самый первый искусственный спутник Земли, а следом и человека. Желаю вам благого полёта! Поехали! Это случится 12 апреля, которая с тех пор станет днём космонавтики. Этот спускаемый аппарат космического корабля «Восток» ровно такой же, как был у Гагарина. Сергей Павлович Королёв управлял его миссией от начала до конца. Однако долгие годы не будет известно не только его имя, а и заслуги, которые партия припишет всему советскому народу. Даже на людях Сергей Королёв редко говорил свои настоящие имя и фамилию. Он выступал под именем профессора Сергея. Конечно, говорят, что Хрущёв на празднованиях, когда выпивал лишнюю рюмку, он мог сказать, да где тут Королёв, позовите сюда Королёва. Но его триумф длился недолго. Через месяц начинается гонка с американцами, которые хотят высадить на спутник Земли первого человека. В 1965-м Королёв руководит стартом межпланетной станции «Луна-8». Но проект терпит неудачу. Аппарат разбивается. После возвращения в Москву с Байконура конструктор пожаловался врачу на плохое самочувствие. Сказываются переживания из-за неудачной лунной программы. На обследовании в Кремлёвской больнице серьёзных проблем не находят. Разве что советуют сделать плановую операцию. Он лёг с полипами, так сказать, в прямой кишке, чтобы выдали. Это ерундовая операция. Но до самой операции он всё же был чем-то озабочен. И этим делился с академиком Келдышевым. Почему-то сказал, что не знает, выйдет ли оттуда. Всё дело в том, что к операции фактически не были подготовлены. При попытке удалить полип начинается кровотечение. Врачи принимают решение резать и производят открытое вмешательство. Тогда же замечают у Королёва злокачественную опухоль. Потребовалась ещё одна дополнительная операция, дополнительный наркоз, который вводили через трахею. А у него рот широко не открывался из-за того, что были сломаны челюсти во время допросов. Вместо 40 минут операция продлится 8 часов. Сердце Королёва остановится уже в палате. Но могла ли это быть не просто случайность? У Королёва были конфликты как с коллегами по цеху, так и советская верхушка уже считала его слишком самостоятельным. Он говорил, мне кажется, что в любой момент эти вежливые парни могут войти и сказать, собирай вещи, сволочь. Да и странные смерти на операционном столе известных советских деятелей не были редкостью. В частности, Фрунзе убили на операционном столе с более простой операцией по удалению аппендицита. И Грушевского положили на операционный стол и там зарезали. Те же разговоры были о Горьком. Как бы то ни было, но Королёва убивала сама советская система, отправив его в лагеря, где он подкосил здоровье. Имя же украинского учёного, который приблизил человека к мечте, дотянуться до звёзд, мир узнают только во времена Брежнева. Катерина Павловская. Исторические факты. Предатель в генеральских погонах. Три года назад, 14 апреля, контрразведка СБУ задержала одного из самых высокопоставленных кротов в службе. Генерал-майора Валерия Шайтанова. В августе 15-го Шайтанов был награждён орденом Богдана Хмельницкого и получил генеральское звание. Под его руководством спецподразделение СБУ «Альфа» эффективно воевало с российскими боевиками на востоке Украины. Но, как оказалось, у рыцаря плаща и кинжала имелся секрет под этим самым плащом. На тот момент Шайтанов уже был российским агентом, завербованным ФСБ. Как генерал предал родину, какие задачи ему ставили московские кураторы и на чём погорел предатель. Вот вам факты. Генерал-майора Валерия Шайтанова арестовали утром 14 апреля 2020-го на Амурской площади в Киеве, недалеко от его квартиры. Вот здесь видны следы крови, возможно, его. Это оперативные кадры контрразведки службы безопасности Украины. Едва ли не впервые в истории они обнаруживают в своих рядах подозреваемого в шпионаже такого ранга. Ты мне обучаешь российский паспорт? Контрразведка обнародовала прослушку разговоров генерал-майора с российским куратором и ещё с одним завербованным украинцем. Они, в частности, обсуждали убийство Адама Осмаева, чеченского активиста, воевавшего на востоке Украины. В России его обвиняют в подготовке покушения на Путина. Валерий Шайтанов получил от россиян псевдоним «Бобыль». Так ещё в Москве и называли бедных крестьян. Связь с ним держал полковник ФСБ Игорь Егоров. В период до 14-го года он регулярно находился на территории Украины. Это, в частности, был Крым, Киев, так называемое ведомственное взаимодействие между ФСБ и СБУ. Виктор Трипак занимался делом арестованного генерал-майора СБУ как заместитель генпрокурора. По его словам, вероятно, во время одной из таких поездок полковник ФСБ и завербовал Шайтанова. С целью проведения совместного обучения он привозил с собой инструкторов. У него был налажен контакт с руководством спецслужб Украины. Он предлагал разное оружие. Он был влиятельен и решал вопросы. И это позволило ему наладить широкую сеть контактов. Хотя он позиционировал себя как пенсионер. После 14-го года ФСБшник Егоров встречался с завербованным Шайтановым за границей. СБУ удалось проследить за ним при содействии западных спецслужб. Есть документальное подтверждение таких контактов во Франции, Германии и Хорватии. Шайтанов передавал ФСБ России информацию о военных операциях на востоке Украины, международном сотрудничестве и данные сотрудников украинской разведки. Российский куратор генерала Шайтанова Егоров – высший офицер контрразведки департамента номер 1 ФСБ. Это подразделение занимается вербовкой агентов за рубежом и организацией терактов. Не исключено, что он причастен к дерзким заказным убийствам украинских офицеров разведки Александра Харабирюша и Максима Шаповала. Сколько украинских разведчиков, участвовавших в операциях на Донбассе, мог сдать врагу генерал-изменник? Пока вопрос без ответа. Выходит, вся украинская агентура была для ФСБ как на ладони. Народный депутат Роман Костенко – полковник СБУ. Под руководством Шайтанова он служил 8 лет в спецподразделении «Альфа». При нем очень многое изменилось и изменилось к лучшему. Например, сама подготовка стала сильнее в центре специальных операций. В 2014 году подразделение «Альфа» активно воевало на востоке Украины. Самих «Альфовцев» боевики тогда стали называть «Шайтан-батом». Но не все так однозначно в карьере офицера СБУ. Еще в феврале 2014 года Валерий Шайтанов запятнал себя во время революции достоинства. По данным Временной следственной комиссии Верховной Рады, он командовал одной из групп СБУ, которая штурмовала Дом профсоюзов. Здание тогда загорелось, и там заживо сгорело двое майдановцев. По словам коллег из СБУ, Шайтанов не скрывал антимайдановских взглядов. Это подтверждают и записи разговоров с кремлевским куратором. Впрочем, одно дело политическое предпочтение, а совсем другое – преданность государству. Я написал в апреле 2014 года, что «Альфа» отказалась идти в атаку и освободить Славянск. По данным военного обозревателя Юрия Бутусова, Шайтанов впервые изменил Украине в начале войны с Россией. Мне в то время начал звонить один из снайперов из спецподразделения «Альфа». Сообщил, что требуется смена командования, потому что они отказываются выполнять приказы и ведут переговоры с террористами. В том числе с одним из глав боевиков, бывшим командиром «Альфы» Донецкого СБУ – Ходоковским. На базу украинской «Альфы» тогда якобы приезжали сепаратисты, привозили еду и занимались агитацией. Когда об этом узнало тогдашнее высшее руководство страны, Шайтанова уволили, а подразделения «Альфа» собирались расформировать. Когда стал вопрос, что нам делать с «Альфой», как их мотивировать, стоял вопрос просто расформировать это подразделение, потому что он был одним из наиболее инфицированных пророссийскими взглядами. Сколько же таких Шайтановых в рядах СБУ? Спустя несколько дней после задержания агента «Бобыля» контрразведка арестовала его сообщника. Это тоже экс-сотрудник «Альфы». Во время обыска в его квартире были обнаружены несколько гранатометов, винтовка, пистолет, ружье и материал для взрывчатки. Возможно, не нужно было показательно задерживать этого человека, возможно, нужно было его скрыть. Генерал-майор СБУ в отставке Виктор Ягун тогда считал, что спецслужбы зря поспешили с арестом Шайтанова. Он мог вывести на более крупную агентурную сеть. Ягун не исключает, что в рядах СБУ может быть до тысячи потенциальных предателей. Основная цель спецслужбы – это не только задержать агента, который уже и так выявлен, а документирование противоположной стороны. Тогда можно что-нибудь требовать от противоположной стороны или показывать в суде. Вскоре после громкого задержания в Киеве россияне заявили, что тоже арестовали украинских шпионов. Целую диверсионную группу якобы накрыли в Крыму. ФСБ Российской Федерации сработало очень грубо. По формату дипломатическому – вы высылаете нашего, мы высылаем вашего дипломата. В данном случае вы задержали наших людей, мы задержим ваших. Бывший сотрудник СБУ Василий Вок тогда предположил, что таким образом Россия готовила операцию по обмену Шайтанова. Посылай ему сигнал – молчи, мы тебя скоро обменяем. Не за горами судебный процесс и может быстро быть приговор, если не произойдет то, о чем мы с вами говорим – так называемый обмен. Но судебный процесс в этом деле до сих пор не закончен. Арест Шайтанова показал, насколько Украина еще до полномасштабного вторжения России была инфицирована агентурой Москвы. И хотя СБУ пакуют предателей пачками, эта борьба далека от завершения. Вместо царя в апреле 1922 пленум ЦК РКПБ утверждает новую должность генерального секретаря. Там же выбирают первого генсека. Им стал Иосиф Сталин. По сути, это был технический пост, суть которого сводилась к организационной работе. Но хитрый Сталин использовал его для наращивания своего политического веса. Со временем техническая должность генерального секретаря превратится в тот самый главный титул, который будут носить советские вожди – генсек. Это случится, когда Коба возьмет всю власть в свои руки. Но, как оказалось, ни должность, ни абсолютная власть не гарантируют вечного правления. В ночь с 1 на 2 марта 1953 охрана обнаружила Сталина без сознания, лежащего в луже собственной мочи на одной из дач. По официальной версии, вождя хватил удар. Но в этом деле есть нестыковки, которые говорят о том, что встречу диктатора с богом, или скорее с дьяволом, устроили его верные, подданные. И вот вам исторические факты от Александра Мельникова. Кто убрал Сталина? Смерти Сталина желало много людей. Спустя 70 лет после смерти вождя мы разберемся, что же на самом деле происходило в последние дни его жизни. Это была, безусловно, продуманная акция людей, которые окружали Сталина. Уникальные свидетельства бывшего шеф-повара Кремля, наставником которого был человек из окружения Сталина. Тайные подробности, о которых до сих пор молчали. Виталий Алексеевич – это личный повар, был Сталином. И сохранился он чудом. Эксклюзив программы «Не пропустите». Таким беспомощным Сталина еще никто не видел. Он лежит на полу, не способен произнести ни слова. Едва живого вождя найдет его охрана. Все, что будет происходить дальше, много лет было под грифом «Секретно». Загадочное стечение обстоятельств или кто-то пытался убрать диктатора. За день до этого Иосиф Сталин устраивает у себя на даче банкет. Он собирает приближенных членов Политбюро. Из воспоминаний сразу нескольких людей генсек был бодр и в прекрасном настроении. А уже на следующий день он лежал без сознания на полу. Могли ли отравить его ядом длительного действия, чтобы сразу не пало на кого-то подозрение? Вероятно, вещество, которое провоцировало бы инсульт. Мы знаем, что через несколько лет после смерти Сталина было убийство Данила Скоропадского, Льва Ребета и Степана Бандеры. Никто не мог подумать, что это были убийства, если бы потом Сташинский не признался в убийстве Бандеры. То есть то, что вызвало инсульт, кровоизлияние в мозг и признаки естественной смерти. Могли ли подобный яд использовать для Сталина? Вполне возможно. После банкета Сталин отпускает свою охрану спать. И это очень подозрительно. Возникает вопрос, как такое могло быть, чтобы вождь, который патологически боялся покушений, отдал такой приказ охране, тем более приказав им лечь спать. И это со свидетельств самих охранников, которые выжили. В большой политике в такие совпадения мало кто верит. Подозрения у службы безопасности возникли уже 1 марта, когда Сталин не выходит из комнаты. 1 марта в 10 часов также началось собрание охраны по рабочим вопросам. Произошла пересменка, но на самом деле странно то, что охрана вообще не пыталась зайти к Сталину аж до вечера. Охрана все же решается зайти. Они видят Сталина на полу и сразу хватаются за телефон. Однако набирают вовсе не врачей. Приехал Берия, мы знаем из нескольких свидетельств, что Берия сказал, товарищ Сталин спит, не нужно его беспокоить. С другой стороны, два других главных подозреваемых, Маленков и Хрущев, согласовывали свои действия, встретились и вместе приехали на дачу. Маленков даже снял туфли, когда заходил, он вошел в носках. Медиков же вызывают только на следующий день, через сутки после инцидента. Осмотрев Сталина, консилиум из выдающихся московских врачей выносит свой вердикт. Это не халатность, это была, безусловно, продуманная акция окружающих Сталина людей. Про то, что телу нужно было дать время, так сказать, для саморазрушения в результате невмешательства медиков. Соответственно, медики констатировали, что Сталин находится в крайне печальном состоянии. Кто-то будто специально тянул время с того момента, как Сталина нашли на полу и до постановки ему диагноза. Члены Политбюро совершенно точно диагностировали, что Сталин умирает. Это все привело к тому, что они отсрочили приход врача и вместе с тем, таким образом, дали возможность телу самостоятельно перейти границу вот этого вот невозврата. Это могли сделать лишь особо приближенные к вождю. Берия был, скажем так, приспешником Сталина. Маленков был идеологическим приспешником, а Хрущев был человеком, который развлекал Сталина. И, собственно, этот вот триумвират, он и оказался в такой ситуации, когда все они ежедневно видели ухудшение здоровья Сталина. Понятно, что у каждого из них были свои планы. Но мы нашли человека, у которого есть еще одна зацепка, которая указывает на то, что вождя могли отравить. Виктор Беляев в свое время был на особом счету в Кремле. Многие годы работал шефом на главной кухне страны. А учил его человек, который лично готовил Сталину. Захожу на кухню, стоит седоволасый высокий мужчина, где-то лет за 70. Поздоровлюсь с Виталией, я говорю, Виктор. Оказывается, Виталий Алексеевич – это личный повар был Сталина. И сохранился он чудом. Я даже фамилии его не знал. Я знаю его как Виталий Алексеевич. Он молчал много лет и впервые согласился рассказать уникальные подробности. Сами прекрасно понимаете, кормить Сталина ответственность очень большая. Он тогда относительно был молодой человек, ему еще 30 не было. Как он мне всегда говорил, у нас работа, Витек, опасная. Мы как минера. Ты будешь 20 лет конфеткой, но если ты чего-нибудь не так приготовишь, ты тут же будешь какашкой. Вот. И он был прав. После смерти вождя нарком внутренних дел Берия начал операцию по зачистке носителей тайной информации. Персонал, обслуживающий лично Сталина, также был в расстрельном списке. Среди претендентов на ликвидацию был и учитель Виктора Беляева. Но ему чудом удается выжить. 53-го года, когда почил Сталин, вечером была его смена. Он приехал на работу. А там Исаева, сестра хозяйка, который благоговорил Сталина. И она очень хорошо относилась к Виталию. Она сказала, говорит, Виталий, бери семью и уезжай. Берия начала расстреливать. И тем самым она его спасла. Похоже, Берия очень хотел что-то скрыть на даче Сталина. Тайную картотеку, которую после смерти Сталина все искали. Картотеку с фамилиями и некоторыми данными. Следы яда могло также показать вскрытие Сталина, если знать, где искать. Перед бальзамированием Сталина ему делали вскрытие. Было кровяное излияние в желудок, что при инсульте невозможно. А это признак вмешательства яда. А также черный сгусток в легких. С другой стороны, само бальзамирование делает невозможной дальнейшую экспертизу. То есть фактически бальзамирование полностью скрывает следы преступления. И бальзамирование было приказано сделать сразу после смерти. Вся история вокруг последних дней Сталина напоминает спланированный заговор. Задержка с врачами, нерешительность охраны, игнорирование окружающими явных симптомов вождя. И самое главное, генсека снимает со всех ключевых должностей за несколько дней до смерти. Так могли поступить только те, кто точно знал, что Сталин умрет и не будет мстить. Другого числа. Второго числа после посещения Сталина, когда они убедились, что у него инсульт, кроме того, что произошла задержка с врачами, Маленков дал приказ созвать 300 депутатов для того, чтобы узаконить свое положение. Поэтому Сталина уже сняли по его приказу со всех партийных постов. Оставили только членство в Политбюро, при этом раздав должности своим. Сталин еще не умер, а его ближайшее окружение уже делило власть. Тот, кого все боялись, вдруг и сам стал мишенью. Для тех, кого он сам превратил в монстров. Но, похоже, основной вклад в такой бесславный конец сделал сам Сталин. Он систематически убирает людей из своего окружения. Незадолго до смерти отправляет в ссылку своего личного охранника Власика и персонального врача Виноградова. Тех, кто мог спасти вождя в решающий момент. Профессор Виноградов, которому Сталин доверял и который знал все про его здоровье и был в определенной степени доверенным лицом, который мог бы оперативно среагировать, даже зная его симптомы, зная историю болезни человека. Он мог бы что-нибудь заподозрить. На их место пришли сотрудники НКВД, которых железной хваткой держал Берия. Человек, у которого было больше всего власти и мотивов убрать генсека. На то время вся система этой сталинской дачи, она контролировалась Берией. Очевидно, что Берия обо всем знал и он эту ситуацию контролировал, потому что Берия сам оказался на волоске от своего политического краха. Именно Берия был ледоколом и он озвучивал свои планы. Каким должно быть извещение о смерти Сталина, как должно меняться политбюро в это время. Так что планы на смерть Сталина существовали. Сталин умирает 5 марта 1953 года. Официальная версия из-за инсульта. Он станет жертвой системы, которую сам же и создал. Сталин практически сам себя похоронил своей же системой. Авторитарная система, она сама себя съедает и съедает и своего создателя. А потом осколки долетают и к другим. Менее чем за год после смерти Сталина бывшие приспешники уберут Иберию. Но похоже, традиции в Кремле совсем не изменились со времен Сталина. Здесь можно провести прямую параллель с Путиным. Паранойя, боязнь убийства. Она является конечной, собственно, психологической точкой для каждого диктатора. И то, что мы видим на примере Сталина, мы видим и на примере других руководителей России, времен Советского Союза или сегодня. То есть это паранойя. В паранойи они загоняют себя сами, потому что понимают, что за свои деяния они понесут наказание, как снаружи, так и внутри страны. Поэтому для тех, кто под копирку наследует методы тирана, результат вполне предсказуем. Александр Мельников специально для телеканала Freedom. Это были исторические факты о том, что скрывает русский мир. С вами была команда ICTV и Сергей Кудимов. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин